Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Власть для людей и Маранапы напомнил подчиненным, для кого они работают. Три десятка первых сентября родной школе с любовью. На курорте пройдет экологический субботник «Зеленая Россия». И сейчас обо всем подробнее. Работа специалистов городских служб с обращениями граждан, по мнению главы Анапы, не выдерживает никакой критики. Сергей Сергеев напомнил подчиненным – власть для людей, а не наоборот. На вечернее совещание собраны руководители всех структурных подразделений администрации. Мы собрались, потому что, по большому счету, у меня кончилось терпение наблюдать то, как мы работаем с обращениями граждан. Если кто-то из вас на сегодняшний день не понимает значимости этой работы, я готов потратить время и индивидуально, а может быть и сейчас, объяснить. У нас на сегодняшний день отношение, еще раз повторюсь, к обращениям такое, как от назоревой мухи отмахнуться. Там, где мы в обращении видим прямое решение, да, мы беремся и делаем. А там, где надо приложить усилия, иногда и сверхусилия, и зачастую выехать на место, и посмотреть, и поговорить с человеком, либо с группой людей. У нас на это на все не хватает времени. Количество обращений по сравнению с прошлым годом выросло на 25%. Из общего количества поступивших обращений всего лишь по 199 обращений принято положительное решение. 1487 обращений рассмотрено комиссионно с выходом на место. 68 обращений поставлено на дополнительный контроль до полного исполнения. Рост обращений произошел в пик сезона, в основном из-за напряженной ситуации с водоснабжением. Сергей Сергеев недоумевает. Ни в одном ответе на жалобу нет элементарных извинений. Да человеку все равно, сколько мы добываем. Он открыл кран, а ее там нет. Так тогда извинитесь первой же фразой за временные неудобства. Понимаете? Обращение по жилищным и имущественным вопросам – еще одна проблемная тема. В некоторых обращениях крик души. Формальная отписка в ответ убивает последнюю надежду на помощь. Вот сломайте в себе чувство, что вы даете вот этот участок от себя. Понимаете? Не вы его даете. И эта земля, она не принадлежит вам лично. Вы занимаете сегодня эту должность. Вот если вы не сломаете это чувство, то ничего хорошего не будет. По каждому заявлению должен быть составлен подробный план работы. Решение можно найти всегда, если приложить усилия. Вот это сегодня. Главная работа. Главная. Если мы сегодня, подчеркиваю, сегодня не возьмемся за это, за все, завтра будет поздно. Дорогие друзья, будет вместо вас кто-то другой это делает. Когда деревья были большими, директор этой школы пошел в первый класс. В здании под тенистыми платанами прошла его школьная трудовая биография. Несмотря на три десятка первых сентября, в каждом у нас находится что-то особенное. Потому что очень любит свою школу и, как ее нынешний директор, каждый год старается внести в ее жизнь очередное обновление. Под раскидистыми платанами Витязевской школы номер три, несмотря на то, что до начала занятий еще несколько дней, тщательно убирают листву. Школа еще в лесах. В год 50-летия ее кардинально обновили фасад. Директор школы Николай Алексеевич Муратов на боевом посту. Уже стала доброй традицией ежегодно проводить здесь, в школе, ремонт. Ремонт не просто, в нашем понимании, косметический ремонт. Где-то покрасили, где-то там подмазали. А это достаточно большая, большая содержательная работа. И каждый год мы стараемся школу облагородить таким образом, чтобы детям нашим было комфортно, удобно учиться в нашей школе. И чтобы не испытывали каких-то трудностей. 1 сентября для него как свежий глоток воздуха. Он мечтает, чтобы в школу в этот день на целый год входили с радостью. Поэтому в этом году не только фасад преобразился. Идутся большие работы на пищеблоке. Там два новых цеха появится и новое оборудование. Обновленным встретит 1 сентября детвору и спортивный зал. Заменена система отопления. Вы видите, да, новая совершенно батарея стоит. Меняются двери, меняется покрытие настенной плиткой. И половое покрытие. Сантехника будет меняться вся. Она уже поменена. Конечно, невероятно поверить, что Ставропольская фирма, выигравшая конкурс, закончит эти работы к началу учебного года. Но технический директор фирмы заверяет. Сейчас же 21 век, уже новые технологии. Понимание со стороны заказчика есть и контролирующих органов. Особо никаких препятствий нет. Я думаю, постараемся вложиться к 1 сентября, к учебному процессу. Думаю, что ничего нам не помешает. Те мальчишки, что проводят свободное время во дворе школы, даже не подозревают, какая красота их ждет. Хочется в школу, потому что друзей много. А вообще, вот ваша школа нравится вам? Да. Вот чем? Ну, если честно, мой любимый урок – это физкультура. Ребята не зря любят свою школу. Их ждут 1 сентября. Приятные сюрпризы. К другим темам. 29 августа в Анапе пройдут мероприятия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Акция будет посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В субботнике примут участие анапские школьники и студенты, сотрудники предприятий и организации «Ветераны Великой Отечественной войны». В сквере боевой славы на мемориалах в районе Старого городского кладбища, на улице Ленина, а также на памятниках военной истории в сельских округах пройдут работы по благоустройству, уходу за деревьями и кустарниками. Акция начнется 29 августа в 10 утра. Присоединяйтесь. Где точно не помешает провести субботник, так это в Киблерово. Микрорайон благоустраивают и без помощи местных жителей не обойтись. 530 метров всю жизнь кривой у хабистой дороги, сегодня под свежим асфальтом. На ремонт городские власти нашли спонсорские средства, но принимать работу рано. Дело надо довести до конца – отсыпать обочины, уложить верхний слой асфальта, нанести разметку и выполнить еще одно поручение мэра города – установить автобусную остановку внутри Киблерово. Автобусик там подошел, туда развернулся, встал, высадил людей и пошел. Заместитель главы Анапы Владимир Забураев рассказывает, какие еще преобразования ждут микрорайон. Например, долгожданное появление муниципальной котельной. Проект уже прошел экспертизу и в ближайшее время выделятся денежные средства на заказательном собрании края, и мы здесь будем строить котельную, которая теплом и горячей водой снабжает всех жителей Киблерово. Предстоящее строительство – дело затратное и потому небыстрое. А вот на то, чтобы привести в порядок дворы, скосить траву, благоустроить площадку под сельхозрынок, миллионы не нужны. Построили дорогу, но это вообще оставляет желать лучшего. Но вы считаете, что это кто должен делать? Вот это должны управляющие компании, жители, я считаю, должны помогать в этом. Некому приложить усилия и сплотить людей общим делом. Главе Субсехского сельского округа как руководство к действию предстоящий экологический субботник. Молодежный совет Анапы продолжает сбор материалов для краевой акции «Лицо Победы». К изданию готовится вторая часть книги, героями которой также станут анапские ветераны. На днях молодежь побывала у Владимира Степановича Бурмы, которому в год 70-летия Победы исполнилось 92 года. Владимир Бурма всегда рад гостям. Облачается в китель с наградами, немного смущается камерой, говорит, что боится ее. А вот во время войны боец страха не знал. Может потому, что на фронт попал совсем молодым, 17-летним. Ростов уже был в это время занят, в сентябре месяце. И направлен был, нас было человек 12-15, так примерно, направлен в город Николаев, где нас направили в учебную дивизию, где и проходили обучения многие службы воинских частей. Юный пулеметчик Бурма начал свой фронтовой путь в Ленинграде, где сражался до самого прорыва блокады и первого тяжелейшего ранения. После Ленинградского был Западный фронт и снова ранения. Из военного госпиталя отправили на Калельский фронт, а там бои на реке Свирь и вновь перемены в судьбе. Владимира Степановича направили на учебу. Войну с японцами он встречал уже в офицерском звании. К Манчжурии подошли, здесь уже нам сказали, батальон, значит, марш вперед. Перешли мы 8 августа. Нам приказ был зайти, значит, в тыл противника, где-то там 25 километров. Там железная дорога. Хороший рассказчик, благодарная аудитория. Молодежь с интересом слушала Владимира Степановича. Факты из его военной биографии станут частью книги об участниках Великой Отечественной войны, которую готовит к изданию Совет молодых депутатов Краснодарского края для будущих поколений, которым уже не посчастливится вот так из первых уст услышать правду о войне. В минувшую субботу в сопровождении искренне счастливых футболистов и болельщиков самый заветный трофей нашего региона – Кубок Краснодарского края – отправился на год в Анапу. Одноименная команда доказала своей игрой и волей к победе, что в этом сезоне является одной из сильнейших на Кубани. Этот хрустальный мяч уже один раз доставался анапской команде. На серебряном основании Кубка за десятилетия множество свидетельств о победах. Выиграть такой Кубок – огромная честь. Значит, не зря мы честовали команду в день ее создания. Помните, болельщикам команда обещала оправдать наше доверие. О чем же думает сегодня капитан команды? Самое главное у нас – дружная команда, дружный коллектив. Мы к этой победе шли, и нам эта победа далась очень тяжело, потому что после первого тайма мы проигрывали 0-1, и в перерыве мы решили, что надо нам выиграть, потому что сколько болельщиков приехало поддержать, мы не могли их огорчить. Вышли, сыграли в свой футбол спокойно, выиграли 3-1, мы очень рады. Мы играем в субботу, 29-го числа, в 17.30, и мы хотим видеть наших болельщиков, чтобы они нас поддерживали, а мы радовали нас своей красивой игрой. И чтобы они знали, вот победа в кубковой встрече, уже это произошло, и теперь у нас чемпионат, и я прошу их нас тоже поддержать, как было это в субботной игре. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцвета в Тайной Медной горы. В четверг в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-28 градусов, ночью до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров в ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступные качественные одежды для детей и взрослых» «Модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.